Во-первых, привет от чемпионов России и мира русских бобров. Речь о водном поле. Всех с наступившим летом, теплом, счастья, успеха, позитива. Спасибо бобры и вам острых зубов и длинных стволов. Дамы и господа, всем привет. На связи Alex Pro. Сегодня мы с моими друзьями, с коллегами по команде, по ватерпольной команде справляем нашу победу, наше золото в национальном чемпионате Национальной Лиги. Чемпионат России, Национальная Лига по водному полу, 1-й дивизион. Название команды «Русские бобры». И сегодня мы с бобрами справляем нашу победу, наше двойное золото. Золото в чемпионате России и в чемпионате мира в Новой Зеландии. Я вас поздравляю, всех мужики, вы просто молодцы. То, что будет выграно, и то, что не будет проиграно. И что будет заработано. И пропито, и про ел бы. Да, заработано, блядь. А если биткоин, маловато. А может, здесь не будет заработаться, Александр? В багажнике поеду. Нет, ну, конечно. Придется водку выгрузить из багажника. На нем багажнике, блядь. Так что давайте, за будущее победы. Давай, давай. Будем, будем. Снимашон, да, есть, 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 есть. Сегодня мы возьмем интервью у нескольких участников. Однокомандников наших. Первым из них будет Андрей Кондратюк, мастер спорта. Мой хороший товарищ, хороший друг, мой партнер по команде. Очень интересный человек, друзья. Сейчас мы зададим вам несколько вопросов. Кстати, данный человек, помимо занятий спортом, он занимался в 2010 или 2011 году майнингом биткоина. Вы можете себе представить? 2010-2011 год. Он стоил в тот момент где-то 6 или 7 долларов. И тогда они занимались майнингом именно биткоина. Они одни из первопроходцев в России по майнингу. Давайте спросим у него, пообщаемся с ним и посмотрим, что будет. Итак, друзья, мы продолжаем. Вот обещанный наш первый спикер. Привет, Андрей. Здорово, Саша. И к тебе у меня будет первый вопрос. Скажи, пожалуйста, Андрей, как тебе помог спорт, занятие водным полом в твоей жизни, в бизнесе, в отношении с партнерами? Ну, однозначно помог только положительно, потому что спорт не попался командный. А командный вид спорта, это водное поло в данном случае, делает нас ответственными за свои слова. Я не только научился плавать и чувствовать себя физически неплохо, но и выполнять свои обещания. При этом я не боюсь говорить правду, стараюсь говорить как можно чаще и добиваться результата. Это самое главное. Андрей, я поздравляю тебя и нас как команду с двойным золотом в чемпионате национальной лиги и в чемпионате мира, который проходил совсем недавно в Новой Зеландии. Ребята тоже завоевали золото. Это просто огонь. Русские бобры. Супер. Андрей, вы занимались майнингом на самой заре блокчейна, на самой заре биткоина в 2010-2011 году с нашим партнером по команде Александром. Скажи, пожалуйста, как это было в то время и как ты сейчас относишься к блокчейну, к биткоину и остальным альткоинам? Что ты думаешь вообще на эту тему? Оп, откатик пошел. Что я могу об этом думать? Вложить в биткоин? До сих пор это приносит свои какие-то дивиденды. И что ты думаешь на эту тему, Андрей? Ну, я думаю, что я прикоснулся к интересному началу этого мероприятия. Рождение криптовалюты, электронных вещей, к которым я имею отношение достаточно серьезное. Потому что я 25 лет в IT и до сих пор этим занимаюсь. Я начальник ГТ-отдела. Тогда это было непонятно немножко. Хотя саму причину мы объясняли тем, что мы вырабатываем некие мощности, которые тратятся на какие-то исследования. И это приносит кому-то какие-то деньги, которые нам отдают. Ну, кусочек из них. За эти мощности вам давали какой-то процент? Да. И это называлось в то время вот этим биткоином. Могу ошибаться в каких-то терминах. Так и было. Стояли сумасшедшие мощности видеокарты по две штуки в компьютер. Был накатан там Linux со своими делами. Все это было связано в мини-сеть. Выход в интернет. И ежедневно это все пыхтело. Крутилось. Скажу вам, на 10 квадратных метрах продохнуть можно было жарить хлеб. Потому что... Яичницу. Яичницу, да. Это стоило того, наверное, как сейчас мы видим по котировкам. Тогда это, конечно, были копейки. 6 долларов с биткоина. Итог там был. Там в убыток все шло. Потому что содержание всего этого обходилось в серьезные... Ну как, не в серьезные деньги, но это было убыточно. Отказались от этой идеи. Не скажу, что сейчас жалеем. Но относимся к тому, что сейчас происходит с восхищением, скажем так. Андрей, а скажи, пожалуйста, какое количество биткоинов вы намайнили в 10-11 году? Какое это было количество? Ну, сейчас вспомнить сложно. Что-то было район... Что-то 800, что-то такое. 700-800, что-то в этом. И по сколько вы их продали и в каком году? Вот по 6, по 7, по 8 долларов. А в каком году? Это был... Ну, может быть, больше. Вам график подскажет. Привята, ну... Сейчас сображу. 2-5 назад. 12. Где-то там. Плюс-минус год. Не помню. Потому что... 12-й год, друзья. Я в своей жизни впервые узнал о криптовалютах в 12-м году. Но, к сожалению, начал инвестировать в криптовалюты, в блокчейн-платформы. Наверное, это был 16-й... 15-й, 16-й год. Я считаю, что это совсем еще не поздно. Это самая... Самая эра расцвета. Платформы блокчейн, биткоин и остальных альткоинов. Андрюх, я не думаю, что стоит переживать, что вы продали их по 8 долларов. Тогда вы были однозначно в плюсе, в профите. Пусть он сейчас на сегодняшний день стоит 2700 долларов. Понятно, что это по тем меркам. Если бы они оставили эти битки, это было бы порядка 2 миллионов долларов. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи или в Монако. Но, друзья, никогда не поздно начинать заниматься, начинать обучаться интернет-технологиям, понимать, что такое блокчейн, что такое биткоин, что такое эфириум и остальные альткоины. Друзья, не упускайте этот шанс, который сейчас есть на самом деле на рынке, на бирже. То, что сейчас творится, это ни одна пирамида, ни один хайп не даст вам таких процентов, такой надежности и такого профита, который есть сейчас на рынке. Согласен? Да, согласен. Но самое главное, не забывайте, что есть специалисты, и есть голова на плечах, потому что, конечно, из воздуха деньги не приходят, заработок не приходит. Надо все анализировать, относиться к этому с пониманием, вкладывать в это какие-то свои усилия, ну и не стесняться советоваться с людьми, которые знают тему. Опять же, друзья, здесь один в поле не воин, обязательно у вас должна быть команда и технических аналитиков, и интернет-программистов, и аналитиков, которые занимаются именно криптоторговлей. То есть объединяйтесь и вместе двигайте эту тему. Объединяйтесь в команды по интересам. Мы с Андреем познакомились чуть более года назад. Я очень благодарен этому шансу, который нам дал Сергей Горбузов. Он пригласил меня в эту команду, команду Бобров, команду чемпионов. Я рад, что мы познакомились с Андреем. Мы выиграли золото, мы обзавелись кучей различных общих интересов. Мы сегодня сидим, мечаем. Масса планов на будущее по-любому. Давайте, друзья, присоединяйтесь. Горбузов, не спокойно, это верно. Капитан команды «Русские бобры». Спасибо, Серега, что привел меня в эту команду. Я тебе безгранично благодарен. Я тебе неоднократно рассказывал. Я очень рад находиться в вашем коллективе, друзья. Спасибо. Что ты можешь сказать? Бля! Пожалуйста. На здоровье. Короче, есть, давай. Сейчас прямо, потом нарезать. Мне жарко. Всех с наступившим летом. Теплом, счастья, успеха, позитива. Спасибо, бобры. И вам острых зубов и длинных стволов.